Папа натирает сыр, мама обжаривает куриную грудку, а две сестры начиняют тарталетки. Семья Гафуровых готовит блюда, пришедшее с французской кухни – жульен. Ингредиенты простые, а сам процесс не занимает много времени. Пока горячая закуска доходит в духовке, домочадцы делятся впечатлениями от минувшего дня. Мы часто стараемся проводить время вместе, из-за того, что у каждого какие-то свои хобби, какие-то занятия. У нас это получается редко, но мы как бы если собираемся вместе, то это всегда интересно, это всегда душевно. Распределили обязанности, я резала продукты, Динара помогала в сервировке. Блюдо очень простое, но выглядит как бы очень классно. Пока прекрасная половина трудится на кухне, папа и младший сын рисуют картину. К тому времени, как творческий процесс завершился, подоспел и жульен. Пришло время сделать памятную фотографию. Кстати, это одно из заданий Всероссийского фестиваля «Всей семьей». Участники выполняют незамысловатые квесты, а плоды старания публикуют в официальной группе конкурса. Так Гафуровы уже поделились снимками, которые сделали, пока наряжали новогоднюю елку, наслаждались отдыхом за городом, играли в настольные игры. Каждая минута, проведенная семьей, она как бы очень дорогая. Поэтому мы подходили к этому заданию не просто как конкурс, а с душой. Мы, конечно, стараемся проводить больше времени вместе, особенно если это касается выходных. Не всегда, конечно, получается. Но есть традиции, мы никогда не садимся за стол единично. Мы стараемся собраться всей семьей и провести хотя бы за ужином время вместе. Традициями своего рода успели поделиться полсотни ульяновцев. К федеральному проекту они подключились практически в самом начале 20-х числа декабря. 30 лучших семей уже успели забрать заслуженные награды. Федеральный центр подводит итоги конкурса ежемесячно. В региональном профильном министерстве предложили дополнить фестиваль. Есть и региональная часть, которая все-таки будет включена и в систему образования для того, чтобы действительно образовательные организации тоже активно в этом принимали участие. И ей мы тоже дали старт в декабре. Тоже сейчас семьи выполняют определенные задания. Но вот уже в конце февраля внутри классных коллектив, внутри групп детских садов пройдут такие объединяющие мероприятия. Это могут быть и открытые родительские собрания, открытые классные часы. Здесь подведут промежуточные итоги, выберут лидеров внутри коллективов. В дальнейшем они смогут сами организовывать тематические мероприятия, делиться своими увлечениями и культурными традициями. Торжественную церемонию закрытия региональной части конкурса проведут 1 июня, в День защиты детей.